Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Читы. То есть вот в общем-то в Чите самые такие боксерши. Ну, получилось, что так было. Ну, а как тебе удалось делать? Вот что помогло, как ты думаешь? Ну, наверное, сам главный поддержка тренера и подготовка к этим соревнованиям. То есть, в общем-то, вот две недели вот эти сборы, ну, наверняка еще и дома готовились. Да, ну, естественно. Ну, а сколько ты дней была вот в Цемлянске? Ну, вот как раз две недели. Две недели. То есть две недели подготовка и еще турнир. Ну, считаю, была вот индивидуальная работа с тренером. Это, может, и, возможно, помогло. Ну, а вот первенство России, вот сколько тебе еще предстоит соревноваться вот в этой категории, а уже не чемпионаты? Ну, не меньше двух. Еще двух лет, да? Понятно. Спасибо. А, Свет, ты была совсем в другой части нашей страны. Расскажи, пожалуйста, где была и что завоевала? Я была в Анапе, в очень уютный городок Витязева. Там тоже проходили двухнедельные сборы, после которых начался чемпионат России. То есть уровень просто высочайший. Там мастера спорта, заслуженные мастера спорта, международники. Там, ну, как бы, тоже посерьезнее. Вот так вот, если было трудновато очень. Первый бой я попала на девушку из Нижнего Новгорода, с которой я уже боксировала здесь на Приложском федеральном округе в Ульяновске. Я ее выиграла. Там пару нокдаунов даже было. Ну, такой просто прочувствоваться в лиц, как бы, да, бой. Ну, хорошо получилось. Второй бой с девушкой из Санкт-Петербурга. Ну, выиграла тоже так более-менее хорошо. Ну, были, конечно, немножко недочеты там, именно в плане техники чуть-чуть. Вот. И третий бой я уже настроилась, но я все-таки уступила заслуженному мастеру спорта Олесе Гладковой. На бой я настраивалась очень серьезно. То есть, и тренер меня так настраивал, что я выходила с мыслями, что я должна это сделать. В принципе, первый раунд я так просто провела, чтобы прочувствоваться. Второй раунд, третий я раскураживалась. Четвертый немножко... Ну, третий раунд мне принесли, что я в одну очку выиграла только в третий раунд. Потом не успела догнать, я опять... Опять так начала потихонечку, да, догнать, потом не успела. Хотя, думаю, что я вполне могла бы ее выиграть. А это Олеся Гладкова, она уже вот взрослая... Тридцать два года. ...девушка, да, которая боксирует уже давным-давно. Ты одна из своих молоденьких была. Да, получается. Ну, вот сложность была в чем? То есть она была старше или опытнее? Ну, опыта у нее, мне кажется, тоже немерено. Она просто уже как бы костяк, окреп. То есть уже женщина она, которая... Может, да, так? Хорошо. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, ну вот ты как уже мастер спорта, да, боролась, а она уже заслуженный мастер спорта. То есть, в общем-то, как-то спорно побед-то ей отдавать... Тебе отдавать. Ну, да, это немножко спорно. Еще я написала вообще в своей заявке, что я кандидат в мастера спорта. Только потому, что мне удостоверение еще не дали. Так уже есть приказ, и мне сказали, что уже можно писать мастера спорта. Свет, ну вот, насколько я знаю, да, ваша вот тренер, поддержка тренера, это очень много значит. Для нас, да. Тем более, вот Айрат Юрьевич, да, он вас поддерживает везде и всюду. Ну, вот тебе все-таки пришлось приехать на эти соревнования без него? Мне пришлось приехать на сборы без него, что повлияло очень сильно на именно сам процесс моей подготовки, потому что мы всегда к соревнованиям определенно подкорректируемся с ним по-другому совершенно. А этого тут не было, и у меня немножко там, там, ну, какие-то проблемы именно в технике, то есть возникли. Он приехал за четыре дня, меня более-менее собрал, подкорректировал, но уже, мне кажется, ну, чего-то не хватило тоже именно в плане техники. Ну, то есть это техник не хотел, или просто эмоционально, психологически было сложно? Ну, да, наверное, особенно, когда знаю, что его нет, то есть поддержки вот такой вот особо нет. Мне было очень трудно. Трудно было. Но все-таки ты как результатом? Гордишься? Довольна? Я, когда вышла с ринга, ну, не понимала, то есть мне каждый раз говорили, типа, вот летишь, летишь, там, типа. Ну, у тренера тоже лицо замученное, походу не нажимали так, как он планировал, что думал, ну, по бою, как он видит, так не нажимали. Я выхожу, то есть, ну, мне уже не отдали победу, я выхожу, он мне послал, сказал, что, ну, говорит, не переживай, то есть у меня к себе претензий нет. Ну, для меня это... То есть ты сработала хорошо? Да, для меня это важнее. Здорово. Девчонки, ну, вот у вас сейчас такой перерывчик, да, небольшой сложился. А к чему готовитесь ты дальше, Ален? Ну, вот 30 июля у нас будет сбор. 30 июля сбор, а куда поедете? В городе Анапе. Анапе. То есть вот в Анапе уже как в родной городе идите отдыхать, можно сказать, и работать. А дальше, вот, насколько я знаю, в этом году у вас в твоей группе, да, первенство мира будет? У меня первенство мира и первенство Европы в этом году. То есть изначально будет первенство мира в октябре. Нужно будет готовиться. То есть это довольно-таки серьезные турниры. А ты уже была на них? Я была на первенстве Европы. Европы в этом году. Хорошо. А, Ален, о, прости, Свет, а у тебя что вот в этом году? Какие турниры? В принципе, в этом году планирую какие-нибудь... Ну, у нас вообще у женщин ни Европы, ни мира, ничего нет в этом году. Решили так, может, отдохнуть дойти или, не знаю, так чисто психологически, перед тем, когда уже будет отбор к Олимпиаде, может быть, как бы время дать. А будет у меня, может быть, международные турниры, на которых я, в принципе, в этом году планирую полностью мастера спорта международного класса, что мне уже пора бы и, ну, хочется так. То есть вот эта цель главная на этот год? Да. И мне нужно бы выиграть хотя бы один турнир такой международный. Будем надеяться, что все так и будет, как вы планируете. Девчонки, будем держать за вас кулачки. Ну, вот сейчас свободное времячик. У вас все-таки есть, выдалось. Чем занимаетесь? Учеба и тренировки. Все-таки вот ничего не меняется. Ничего не меняется. Ну, а отдыхать? Мы ничуть не расстраиваемся, так как знаем, что понимаем, что это нам нужно, что без этого мы никуда. То есть тренировки забросить не получается? Нет. А хочется иногда? Нет, не хочется прям так, ну, нас, в принципе, так сильно сейчас же и не напрягают, да, эти тренировки. Сейчас что, домой сходил? То есть это не сборы, которые вечно сидишь? Несмотря на то, что у нас две тренировки в день. То есть вы тренируетесь по две тренировки в день? Утром и вечером, наверное? Утром, учебу, вечером, тренировка. Мне кажется, на личную жизнь просто времени не хватает. А вы, девчонки, молодые и красивые. Хватает времени? Ну да, бывает. На это есть один выходной. Все-таки бывает выходной, да? Айрат Рюльевич, наверное, вам уже как папа стал, просто вот родной человек. Да. На родней не бывает, мне кажется. Девчонки, ну вот в этом году у вас тоже, ну, все-таки планы такие большие. А вообще главная цель, все-таки Олимпийские игры не меняются? Конечно, так она, это не меняется, это не сомнение. В 2016-м в Рилу даже, наверное, будет. А вот ты говорила, что отбор уже будет, да? То есть в следующем году уже будет отбор? Нет, уже отбор идет, знаете, как он через, допустим, кто выиграл Европу, то есть мир. Всех их просматривать? Да, да, да. Спасибо вам, девчонки, большое, что они постели в нашу студию, рассказали о ваших победах, турнирах. Мы будем держать за вас кулачки, будем болеть всем Дим Травградом. Спасибо большое, радуйте нас дальше. А у нас сегодня в гостях были победитель первенства России по боксу Алена Артемова и призер чемпионата России по боксу Светлана Салуянова. Всего вам доброго, до скорой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова